На самом деле и, так сказать, выведены следователи МВД за штат, и будут они проходить какую-то дополнительную проверку и так далее и тому подобное. Ну что ж, к нам в студию принесли животное, радиослушателям расскажу. Я даже не знаю, кто это, крыса или хомяк, посмотрим, узнаем чуть попозже. Да нет, поскольку, понимаешь, пиар у нее вот такой и хвост такой, то это явно не хомяк. Не хомяк, это крыса. К нам принесли крысу в эфир. Ну что ж, я также расскажу еще об одной новости. Министерство внутренних дел опровергло пытки обвиняемого в убийстве в Казани. Я, кстати, расцениваю принос этого животного как пытку меня. Нет, я действительно могу ее убить. Новость все же довольно серьезная. Я тоже отодвинусь. Дело в том, что появилась информация о том, что Данилевский, Игорь Данилевский, обвиняемый в двойном убийстве, сейчас содержится в соответствующих структурах. В СИЗО он содержится. В СИЗО, да, в СИЗО содержится. Ну, это тот самый знаменитый убийца, который убил женщину и ее дочь и написал свободу пустирай. Обвиняется в этом 38-летней Лилии Зариповой и 76-летней матери Фариды. Обвинение ему было предъявлено 3 сентября 2012 года. Ну и тут же появилась информация о том, что якобы пытают Игоря Данилевского. Но после той гибели одного из... Ну, ты имеешь в виду ОВД Дальний, да? Да, ОВД Дальний. Бутылка шампанского и так далее. Ну и прочие ужасы. Естественно, к деятельности правоохранительных органов в Татарстане пристальное внимание. Так вот, МВД по Татарстану категорически опровергла информацию о применении физической силы. Ну и еще раз о делах судебных и правоохранительных мы сегодня говорили. Еще есть одно известие. Саша, извини, пожалуйста, буквально секунду, да? Он начал петь еще тогда, когда его взяли с понятыми, понимаешь? При понятых он начал говорить, что вот как и почему он убивал. И еще одно, опять же, это программа «Картина дня». Напоминаю, для вас работает Александр Яковлев, политический обозреватель комиссионской правды Александр Гришин. И мы сегодня дайджестом рассказываем вам о тех новостях, которые оказались... И очень противные животные. Внимание, вместе с нами еще одно животное. Ну, к нему мы вернемся, но все же тема серьезная, поэтому расскажем. Мособлсуд отменил приговор Игорю Кондратьеву, известному как фрик-певец Константин Крестов, за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс». Адвокат потерпевшей, ну, дело нашумевшее, думается, мне вы все слышали. Адвокат потерпевшей Оксана Михалкина заявила к агентству, что во время повторного рассмотрения дела будет требовать для Кондратьевой 15 лет лишения свободы. Она отметила, что если бы судоставил в Сирии приговор, то осужденный вышел бы на свободу 7 сентября, как ему зачли время, проведенное в СИЗО. Мы приговорили к 2-м годам 4-м месяцем, да? Ну, дело нашумевшее, да, его. Дело нашумевшее. Клип ужасный. Человек сам по себе, я его вот лично оцениваю, с личных позиций, ну, примерно вот так же, как это, даже еще хуже, чем это животное, понимаешь? Но, но, есть одна вещь. Почему расследовали только по статье изнасилования, да, вот этой девочки? Почему не инкриминировали похищение человека, которое на самом деле имело место быть? Я считаю, что в данном случае следственные органы, они абсолютно не доработали здесь. И то, что отменили вот этот суперлояльный приговор, я считаю, что это совершенно правильно. Я не знаю, 15 лет, 6 или 10, да, но этого человека ни раз, ни два, ни три ловили, они все время откупались. Пора, наконец, на самом деле. У меня возникает только одна претензия. Мы об этом говорим после того, как об Игоре Кондратьеве, об этом деле, узнала вся страна. Когда многие СМИ об этом рассказывали. Мы об этом писали в числе первых. Мы об этом писали в числе первых. И вот после этого МОСОБУ суд отменил приговор. А где МОСОБУ суд был раньше, вопрос останется, видимо, без ответа. Там же, где и остается сейчас, понимаешь? Напоминаю, в нашей студии Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды, я, Александр Яковлев, и животное, которое я не знаю, как зовут. Ну, шутки шутками, обсуждаем вещи серьезные, а животное, видимо, должно было оказаться в другой программе. У нас не одна студия. Вот надеемся, что... Может, у нас господин Дроздов должен появиться в студии? Вполне возможно, в соседней. Только живое телевидение, животных много в Комсомольской правде. Иногда они появляются и в студии КП. Через несколько минут мы обсудим и другие известия. Министерство финансов предложило обложить налогом взятки иностранным чиновникам. Бизнесмены назвали главные причины ухода в тень. В этой студии появится Нина Кузьмина. Но я бы еще об одной теме хотел бы поговорить, хотя обещал себе не поднимать ее, но все же придется сделать. Это нашумевшее дело Пусси Райта. Недавно один наш радиослушатель или телезритель, уже не знаю, позвонил, сказал, что не устали. Ну, мы, может быть, устали, но тем не менее. По-прежнему в центре внимания это дело, этот приговор. И сегодня стало известно о том, что в Финляндии закрыто дело против профессора, пытавшегося повторить молебен Пусси Райт. Что же там случилось? Спрашиваю я Александра Гришина. Ты знаешь, дело в том, что оно пока закрыто, да, но те люди, которые инициировали, подали заявление в полицию, значит, о том, что он нарушил несколько статей Уголовного кодекса в Финляндии, они не намерены останавливаться. Они говорят, что они будут обжаловать это решение и подадут новые заявления в Генеральную прокуратуру, да. Хотя, в принципе, мне кажется почему-то, что у них не так много шансов на то, что этого профессора накажут. И потом деяние-то, вот эта акция защиты, оно было несопоставимо. Они подошли к храму, они были где-то там возле храма, не заходили, да. Этот профессор, так сказать, с двумя женщинами, которые одели балаклавы, другое дело, что в Финляндии очень жёсткое законодательство относительно вот всех этих масок, шапочек и так далее. Но, в принципе, ты знаешь, меня здесь радует одно, что понемногу, потихонечку мир начинает выходить из этой истерии, которая имела место быть, и уже из разных стран, и из США, и из Германии приходят свидетельства о том, что с последовательным Пусси Райт обходится достаточно жёстко, понимаешь? И жёстко, жёстко, не жёстко, жёстко, да. Ну что ж, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин был в этой студии. Спасибо огромное. Александр.